Тебе дало вот это воскресенье, как ты, ну, благодаря воскресенью, вот такие темы раскрыл, как там, как крещение, да, там, здесь вот поясочки носить, ну, вот все эти мощи, вот все твои темы, что мы часто слышим. Вот ты включи, как это оно связано с воскресеньем. Вот здесь же главная тема, говорит, вы, если умерли со Христом, то и воскресли. Вот здесь, чтобы, ну, тема наша ради будущего, мы вот и страдаем, и отказываемся, и вот видишь, вот твой путь, значит, который ты прошел, здесь такой тяжелый, в таких испытаниях, да, это тебе не надо, это пример хороший, вот что ты нам приводишь. Но вот тебя включить в воскресенье это, как будет? Может, не сейчас, может, потом ответишь. Я коротко скажу, а дальше сами продолжите. Мы любое действие должны рассматривать своим присутствием, не просто отвлеченно, страшный суд, все воскреснут, вот тебе общее воскресенье. Если Христос не воскрес, Павел говорит, то мы еще во грехах. Это главное. Когда Христос воскрес, то Сатана сразу научил еврейских книжников, фарисеев сказать, его украли. Сказать, что не распяли, они не могли, потому что руки еще были в крови. Проходит шестолетие, и Сатана по-новому подходит и говорит, а он и не умирал, а распяли другого кого-то. И этому верят сегодня почти 2 миллиарда людей. То есть Сатана снова подошел с другой стороны показать, что суд Божий будет решаться без Христа Спасителя. Если он был грешный, как все люди просят о себе, прости мне грехи, он не мог бы умереть за грехи людей, он бы умер за свой грех. Итак, суд Божий начинается. Все воскресли, и мы спасаемся воскресением его, потому что он взял на себя грех мира, а более всего, я буду знать, мой грех. Тайно и явно, в уме и в помышлении. И поэтому... Вот я, одну минуту, да? Вот здесь вот как апостол Павел говорит, если мы умерли со Христом, то и с ним и воскресли. Да-да, это понятно, что судилища, да-да, это общее воскресение, потом одних овец по правую, по левую сторону. Вот если умерли со Христом, то с ним воскресли. Вот это всегда нашумет твой с Иисуса Христа, вот в теле своем. Вот это я хочу подчеркнуть. Это правильно, да, перед судом, да, это страшно, к этому надо готовиться, и покаяние. Вот это ты такой великий обличитель. Я всегда это принимаю к сердцу. Сначала немножко, куда он поехал, а потом все правильно. Ну, давай все помолимся, потом это обсуждим.